Привет, друзья! И знаете, порой заглядываясь на самое дешёвое распространённое объявление с Авито, волей-неволей начинаешь замечать, что одним из самых популярных типов быстро распродающихся пекарен являются сборки на 478-м сокете, в которые, как правило, накидывается всё, что плохо лежит, или готовится к выбросу. Вот и давайте взглянем, с чем мы будем иметь дело, приобретая самую заурядную сборочку на этом разъёме. Итак, за символическую плату я заимел себе представителя пекарен, это к 2004-2005 года, полагаю. Не удивляйтесь, что вы не наблюдаете решётки для вдува на боковой стенке. Её тут просто нет. Как, впрочем, и на задней крышке. Думаете, что стенки просто взяли с разных пекарен? В общем-то, да. И на вопрос, нахрена так было сделано, владелец дал мне ответ. Но сначала давайте взглянем на остальные самопальные технические решения. Например, это. Вентилятор на выдув. Снаружи. Совершенно не представляю, как должна работать эта высокоразвитая технология. Если кто понимает принцип работы данной конструкции, напишите в комментариях. Может быть, это супермодный воздухоотвод, в котором я не шарю. Ну и остальные модификации корпуса вы уже могли заметить. Все вентиляционные отверстия заклеены скотчем. По словам продавца, эти меры были нужны для того, чтобы пыль никаким образом не попадала в системник. И как следствие, его никогда не надо было бы чистить. И да, как вы могли понять. Убер-современные безвентиляционные стенки тоже часть этой системы. Здесь вопросы к продавцу у меня кончились. Я просто забрал системник и отправился домой. Изучать его комплектующие, которые нам и пора рассмотреть. Итак, довольно тяжелый блок питания от Пауэрмана на 300 Вт. Старая, но очень надежная серия БПшек. Увы, не столь актуальная сейчас. Ведь не имеет дополнительных четырех пинов для запитывания современных материнок. Да и саташек нет. Чуть ниже идет материнка Эпокс. Два слота под АЗУ, АДЖИПИ, два АДЕ и ни одной саташки. Зато своим светло-зеленым текстолитом способно успокоить нервы. Далее процессор в виде обожаемого многими, и мною в том числе, четвертым Pentium на 478 сокете. Имеет он 2,4 ГГц. Но, увы, без гипертрейдинга, так что развлекаться будем с одним ядром и, соответственно, одним потоком. Но я-то до 2009 года на одном ядре с двумя ГГц сидел, так что меня этим не напугать. Следом оперативная память в виде плашки DDR1 на 512 МБ. Повезло, что хоть цельные, а нередко здесь стоят по 256 МБ. Теперь к видеокарте. И стоит здесь какая-то интересная черная громадина с пассивным охладом на 64 МБ. Возможно, это нечто вроде GeForce 2. Свезло мне с ней или нет, пока не знаю. Подобных карточек я еще не встречал. Но, исходя из опыта, в такой сборке могло стоять нечто вроде этого. Так что грех жаловаться. И последний по порядку, но не по значению, жесткий диск. 300 гиговая ДЕ-шка, забитая доверху. Документами, музякой и почти 200 гигабайтами порнухи. Так бережно рассортированный по разным категориям, что даже как-то уважать начинаешь бывшего владельца. Вот это был эстет. В любом случае, данный диск я извлеку. Для дальнейших исследований. А сюда поставлю другой с виндой, накатанной с нуля. Что непременно улучшит результаты тестов. Надеюсь, никого не смутит установленная XP-шка. Но, если что, на предыдущем харде стояла она же. Благо, Драйвер Пак нашел все дровишки под эту систему для XP. Да-да-да, Драйвер Пак! К нам спешит! Да-да-да, Драйвер Пак лучше всех! Итак, начнем с чего попроще. А именно с интернета и пары торрентиков. И торрент уже почти убивает процессор. Так что не буду рисковать запускать браузер вместе с ним. Лучше пусть докачает. Все, теперь можно и веб-странички посерфить. Что ж, в новостях уже наблюдается некая тормознутость. Ну, в YouTube тогда. И, эммм, лаги даже при 480p. Это печально. Ну, при 240p я более-менее увидел плавную картинку. Более-менее. Скорее-менее. Когда же браузер наконец закроется, мы перейдем к играм. Или типа того. Ждете их, правда? Вот на этом. Эх, была не была. Первая халва на максималках. Еее! Даже HD текстуры подхватило. Может попробовать до второй разогнаться? Ммм, не. Она вообще не захотела стартовать. А вот Сурса захотела. Интересно, что встроенный бенчмарк нам скажет. Блядь. Давайте попробуем Vice City. Ууу! Вот наконец текстурки и подгрузились. Но, по-моему, результат очевиден. А именно... Пиздец, короче. Такой, что даже Сан-Андреско запускаться отказалось. Возьмем, что ли, динамический Underground. Который при 800 на 600 выдает 30 кадров. Вот на этом. 30 кадров. Класс! Может и второй зайдет? При 800 на 600 хотя бы на средней графе. И да, вполне себе играбельно. Эх, старое доброе физическое безумие классических NFS-ов. Скучаю я порой по нему. Но вот Most Wanted этой карточки уже не по зубам. При самом дне графина мы будто бы в Simpsons Hidden Run гамаем. Ну, хоть кадры приемлемые. Уж новее ничего не тащится. Даже Fier 2005 года отказался включаться. В общем-то результат... Смешанный, что ли. С одной стороны, мы выяснили, что тянет подобная видеокарточка на 64 мега. DDR1, походу. Что же касается всей остальной комплектации, становится очевидно, что тратить на подобные реальные деньги очень... Очень сомнительное занятие. Ничего того, с чем лично я обычно работаю, здесь не зайдет. Ни работа с видео, ни с интернетом. Чего уж об играх говорить. Однако, ничего не мешает попробовать немного улучшить данную систему, найденную у себя мусором. Дабы хоть немного вернуть себе теплые воспоминания о моем самом первом компе. Этим, пожалуй, и займусь. Прямо сейчас. Ну, а здесь пока все. Не прощаюсь.